Прыск воды в двигатель. Что это за штуковина и для чего она нужна? Данная технология была использована еще во время Второй мировой войны в авиационных двигателях немецких самолетов для коротковременного мощного ускорения. Больше не используется, так как идет применение интеркулеров. Так, значит это старье и точно больше не пригодится. Но она вновь была использована совсем недавно в автомобиле BMW M4 GTS. Так что это за штука, как работает и зачем таки издеваться над двигателем? Ведь вода это жидкость, которая и не горит, и не сжимается. Давайте представим, что прилепили форсунку, которая будет подавать хорошо распыленную воду в воздух или напрямую в камеру сгорания. Что же будет происходить? Смотрите. Вся причина в охлаждении. Вода впрыскивается в точный момент времени в двигатель для охлаждения значительно горячих точек, которые вызывают детонацию. Устранив детонацию, сможем чуточку поднять степень сжатия. Охолодив смесь, она уменьшится в объеме, значит сможем затолкать еще немного. А значит сэкономим топливо, увеличим КПД и количество лошадей в конючни. Но мы же не дураки добавлять только чистую воду. Мы смешаем 50 на 50 со спиртом и добавим немного масла. Вода охлаждает смесь, спирт работает как антифриз, да еще и горючий, а масло предотвращает коррозию металла от влияния воды. Но это не все, есть еще пару плюсиков. Из-за поглощения водой тепла, выделяемого в процессе горения, значительно уменьшаются выбросы. Продлевается срок службы двигателя, поглощает тепловую энергию со стенок цилиндра. Но есть пару минусов. Сложность, минусовая температура. Ну и конечно, если срок службы двигателя продлевается, это в конце концов не выгодно производителю. Но можете попытаться использовать это на своем тазике. Поэкспериментируйте. Но поверьте, в свете с борьбой с выбросами по всему миру, данная технология обязательно вернется. Чтобы не пропускать новые ролики, обязательно подписывайтесь на канал. Продолжение следует...